Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, продолжаем играть в различные андроид игрушки и возвращаемся в наблюдатель. Давно мы не играли с вами, поэтому давайте продолжим, на чем мы остановились. Так, звук я наверное сделаю что-то так потише. Первая серия Серебряная Птица, 23% уже синхронизация у нас. Одну пятую первой главы можно сказать мы прошли, даже чуть больше. Ожидаем получения сигнала, все дела, вот это вот. Долго что-то как-то запускается на удивление. Игра с тобой все в порядке, ты жива? Как вообще? О, все, наконец-то. Что-то очень долго загружалось на удивление, конечно. Так, я проверю, скорость игры даст стоит на 100%, все нормально. Зафиксирован входящий вызов, соединение. Контакт установлен. Прости, что сразу не сказала, как именно нужно разрушить задумку Непрощеного. Я не была уверена, что ты победишь его. В случае твоего поражения, Непрощенный непримерно убил бы меня. Меньше, раньше, отведенного мне часа. Но ты доказала, что можешь справиться, что ты сильна, двуликая. Мне было бы легче, если бы ты все же сказала. В Салтане нет легкого пути. Да и чего тебе бояться, когда за твоей спиной такие могучие силы? О чем ты безумная? Часы? А что с ними? Ах, ты имеешь в виду связь? Тогда я тебя разочарую, это просто оператор службы спасения. Наивная. Ты представитель могучей силы. Впрочем, мы здесь не для того, чтобы вскрывать гнойные нарывы чужих тайн. Погоди, мне не до пустых бесед. Меня беспокоит мой друг Реду очень плохо. Посмотри, он истекает кровью. В твоем логове есть что-нибудь полезное, кроме лягушачьих лапок и змеиной крови? Твой смех оскорбляет, неверующая. Я повторю, в Салтане бог это жестокость и сила. Здесь все зависит от тебя самой. Хочешь сказать, ты не в состоянии помочь раненому? Хочу сказать то, что сказала. Значение имеет лишь твои действия. Да что ты существо, у тебя вообще нет сердца, Реду истекает кровью. В моем доме из его ран ничего нет. Подожди. В моем доме для его ран ничего нет. Это логово умирающего, а не лекаря. Но Реду... Сожалею, я не в силах изменить его судьбу. Погоди, у меня есть сильные препараты, они снимут боль. И остановят кровь, и выводят яд из его вен. Нет, но... Этого мало. Этим ли ты облегчишь его уход? Что же делать? Просто сидеть и ждать? Открой глаза, двулик, а загляни сердцем. Это его последние минуты. Подойди к нему и попрощайся. В смысле? Нет. Можно оставить Реду в живых? Я не хочу. Господи, прошу. Взалтане бог. Заткнись, просто заткнись. Реду. Прошу тебя, открой глаза, ты должен выкарабкаться. Вставай, солдат, живи. Реду. Не надо, милый, не оставляй меня. Только не сейчас. Все кончено, двуликая. Я слышу, как его дух уходит. Нет, нет, нет. Встать, солдат, вставай же, открой глаза, господи, Реду. Я прости, прости меня. Он мертв. Его душа уже в чертоге скорби, дорогая. Он на пути к покою, но для тебя еще не все потеряно. Помоги Залтану. Помочь этот глоповник нуждается в бомбардировке напалмом. Вы все тут прокляты. Этими словами ты здесь никого не удивишь. Сядь, двулика, я хочу тебе кое-что рассказать. Да. Сядь, или хотя бы хочешь... Если хотя бы ты хочешь жить. Я расскажу тебе все про непрощенного. Когда-то у меня было другое имя. Хорошее, красивое, мелодичное имя, данное мне матерью. Я не помню его, но память до сих пор хранит звуки колыбельной песни. Той, что пела мама. Моя душа плачет, но все это уже в далеком прошлом. Мне было десять лет, когда в Залтан пришли ублюдки из железной гвардии. Гитлеровские шахалы. Вместо хмеля, что предлагают гостям, они затребовали крови и были ненасытны в этой жажде. В первые дни они просто ходили по улицам, выбивали двери домов и расстреливали цыганы и евреев прямо в их кроватях. Испачканные в дерьме и крови сапоги. Они со смехом вытирали простынями и дамскими ночными рубашками. И вновь шли убивать. Многие прятались, особенно те, кто раньше выступал против нацистов. Но это ничего не реша... У меня по какой-то непонятной причине только что оборвалась связь... Ну то есть запись видео. Я не знаю почему. Ну ладно, неважно. Сейчас вроде снова все работает. Итак, выбивали и расстреливали цыган. Они смехом вытирали простынями и дамскими ночными рубашками. И вновь шли убивать. Многие прятались, особенно те, кто раньше выступал против нацистов. Но это ничего не решало. В дело вступила жадность. Одна женщина пришла к нацистам и рассказала, что ее соседка еврейка. Девятнадцатилетняя беременная девушка прячется на чердаке. Нацисты немедленно забрали несчастную жертву. А доносица обраданного ушла домой, унося с собой награду. Позже она купит на эти деньги пирожное. Я видела, как она его спокойно ест, слизывая крем с пальцев. А на улице в это время тащили за волосы несчастную беременную девушку. Многие радовались, когда соседей убивали. Они богатели, а нацисты позировали фотографом на фоне трупов. Они сгоняли пленных к медному руднику. Там избивали и насмехались. А затем заставляли копать могилы самим себе. Мои папа и мама были там. Они оказались засыпанными заживо родной землей. И отчудом уцелела. Те, кто умирал, спрятали меня. Три недели я пила грязную воду. С китаясь по штольням медного рудака. У рудника. Блин, господи, чё это такое у меня сегодня с речью? Еды не было. А с поверхности каждый день доносились выстрелы и плач. Кровь текла рекою. Но беспорядочные казни продлились недолго. Нацисты быстро поняли, что кому-то надо работать в медном руднике. Но все враги уже мертвы. И тогда все, кто радовался чужой смерти, сами стали рабами. Их под дулами автоматов гнали под землю. Очень скоро и меня обнаружили. Вначале некоторые рабочие подкармливали меня из своих скудных обедов. Но кто-то из рабочих в надежде получить лишний кусок хлеба донес на меня солдатам сверху. Меня нашли и забрали. Впрочем, я провела в тюрьме немного времени. Успела обзавестись шрамами, лишиться нескольких зубов. А мои пальцы на левой руке окривели. Но бить ребенка быстро наскучило нацистам. Да и насилие не приносит должного удовлетворения, когда в золтане оставались еще другие, взрослые женщины. Так я вновь вернулась в рудник. Я работала там до тех пор, пока могла. Пока мой живот... Святой Николай! А-а-а. Да, двуликая, оказалось, что я носила в своем лоне щенка кого-то из той многоликой мрази, что убила моих родителей. Я ненавидела и презирала себя за то, что нет сил наложить на себя руки. Мне казалось, что я проклята. И видит бог, возможно, так все и было. Постепенно рудник мелел, пока, наконец, его жилы не иссякли полностью. И тогда его штольни стали пыточными камерами. То, что происходило под землей, было адом. Скоро туда навезли странного оборудования. То ли для науки, то ли для пыток. Но, скорее всего, для того и другого одновременно. Но мне вот, насмешка судьбы, мне вновь повезло. И я смогла бежать. К тому времени я уже разрешилась от бремени. От бремени? Но ребенок, сын врага. Боже, ты его... У меня не хватило сил. Поэтому я его лишь бросила. Ты чудовище! Как ты могла так поступить? Бросить ребенка чудовищем, который убили твоих родных? Я... Я думала в тот момент, что воздаю долг мести. Ненвиному ребенку? Не ребенку. Щенку трусливого шакала, который насиловал меня. Ты чудовище! Но... Но я знаю. Теперь я знаю, что глубоко ошибалась. Но тогда, прошу, умоляю тебя, у меня осталось слишком мало сил. Не нужно перебивать. С той поры я много дорог прошла. Всю мою жизнь я скиталась. Я стала матерью без щенков. И я гордилась этим. Однако сердце не обманешь. Прошло много лет, десятки лет, десятки одиноких и бесполезных лет. Я решила вернуться в Залтан. Это была какая-то тяга. Вернуться туда, где мы причинили столько боли. Я кричала по ночам от кошмаров. Но вернулась в Залтан. Я хотела умереть здесь. Однако это была ловушка судьбы. Ты... Ты встретила его? Мой ребенок все это время был жив. И он жил среди тех, кто в те страшные времена либо помогал чудовищам, либо сам был монстром. Я узнала, что не все понесли заслуженное наказание. Многие доносчики и предатели, что кланились врагу, прикинулись агнцами. Военные, которые вымели поганым метлой нацистскую мразь, расправились не со всеми. Чудовищ было слишком много. Чего стоил только сам рудник, в котором нашли свою смерть сотни невинных. Военные очистили Залтан, а затем взорвали вход в опустевший рудник, похоронив его тайны, казалось, навсегда. И они ушли. А местные, все те, кто когда-то носил паскудную форму, кто доносил и предавал, они остались, и они вырастили его, моего сына. Он рос здесь, питывая рассказы о прошлом, одержимые его призраками. Он ненавидел меня и боготворил тех, кто превратил Залтан в ад. Его словно сами бесы тянули к руднику. И в один из дней он нашел тайный вход. И я слишком поздно поняла, почему он стремился вернуться туда. У него были свои тайны, свои шрамы. С тех пор все изменилось. Его безумие обрело катастрофические формы. Мефистофельские. Мефистофельские. Он что-то нашел внизу. Долго готовился к своей задумке, долго изучал, а затем пришло безумие. В начале, сквозь старые вентиляционные каналы, просочился газ привкусом аммиака. Он убил почти всех животных, выжили только самые сильные. От этого газа в Залтане жизнь буквально взорвала. Свидения, странные вспышки в горах, призраки и мертвые голоса. Никто такого не видел. С гор словно спустились шаровые молнии, они плясали в небе, сгорая в солнечных лучах. Вначале газ уносил ветер, но затем непрощенный запустил подземную машину на полную мощность. Тогда пришел туман. Газа было так много, что он создал этот туман. Он подарил всем один кошмар на всех. В тот же час пропала всякая связь. Радио, телевидение, телефоны замолчали. Все исчезло, Залтан оказался в ловушке. Но теперь ты сломала клинок непрощенного. Теперь все будет иначе, чем он замышлял. Клинок? Клинок? Его восемь жертв, немой дозор. Непрощенный хотел, чтобы в Залтане произошел взрыв. Ему нужен был новый вход в рудник. Видимо, его сила тает. Ему было необходимо достать что-то из-под земли. Однако теперь все кончено. Ты уничтожила его клинок. А потерявший все чужак уже нашел вход в рудник. Он найдет и убьет непрощенного. Теперь все. Мы с тобой обе выполнили свое предназначение. Мы с тобой похожи. Ну уж нет, старая ведьма, мы с тобой не похожи. Это из-за тебя он таким стал, твой сын. Я не могла. Ты бросила ребенка, ты обрекла его на муке. Не я, не я. Ты сломала ему жизнь. Нет, он был обречен таким стать. Ты легче спишь, когда повторяешь себе эту ложь. Дети сами выбирают себе путь в жизни, да? Но лишь после того, как получают то, что родители в них вкладывают. Мы сами сеем, сами жнем. Не любим дитя? Не любил дитя, и оно тебя не полюбит. Отвернулся от него, да и оно от тебя отвернется. А если оставишь жизнь среди шакалов, тогда не жди пощады. И ты, ты виновата в этом. Ты, ты не права. О нет, нет, кто ты такая, чтобы судить? Кто, кто? Бог жесток. Бог есть в жестокости смерть. Бог жесток, старая ведьма, я согласна. Но Бог это еще и любовь, жестокость смерть. Да, это правда. Но он еще и любовь, вера и доброта. Бог абсолютен. Он везде в эти камнях, в крови, в нас самих. У кого нет сил смелости, тот погружается в злобу, становится слабым. И мне жаль, что ты видишь только жестокость и смерть. Ты и вправду слепа, даже сердцем слепа. Ты не можешь судить. Мне было отмерено слишком много боли. Она не кончалась никогда. А боль никогда и не кончится. Не для такого дня, когда становится легко. Когда боль исчезает. Есть уж предел нашему терпению, но не боли. Уходи, пошла прочь, прочь. Я уйду, если ты и вправду уверена, что чужак убьет непрощенного. Тогда мне здесь делать больше нечего. Прощай. Прочь, прочь, уходите все. Я стара, мне нужен отдых. Я не хочу вас слышать. Ты со мной, мой ангел? О, все, наконец-то, господи, какой длинный текст. Я хрип, серьезно. Ах, я хрип. Я, 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 я хрип. Ладно, продолжаем. Так, конечно, конечно, я тут. Расслабься. Мой верный и добрый ангел. Похоже, теперь все должно закончиться. Я так не думаю. Мне осталось немного. Не уверена, что справлюсь одна, но выбора нет. Я должна отыскать нашу машину. К черту этот город, к черту репортаж. И да, ты должен знать, снаружи поднялся ветер. Он сдувает остатки тумана у этого кошмара. Так что у меня есть шанс выбраться. Блин, жалко Рэду, вообще капец, как жалко. Прошу, дождись меня, пока я закончу. А-а-а. Конечно. Попрощайся с Рэду. Ты просто душка. Я люблю тебя, мой ангел. Собраны чрезвычайно важные данные. Это просто нечто, партнер. Ты заставляешь меня поверить в то, что не все люди бесполезны. Без полу... Ой, прости, меня немного колбасит после индийского вируса. Проклятый модуль удачи. В любом случае мы справились. Теперь мы знаем, где наш связной. Мы знаем про какой-то тайный склад в глубинах рудника. Теперь дело за малым. А установим смесь с лунным странником и прикончим непрощенного. Мы справимся. Конечно, еще не до конца понимаю происходящее, но теперь почти все стало ясным. Кстати, возможно, что нам повезло с самого начала. Очевидно, что действие нейротоксина на Меческу ослаблено, верно? Так же, как и на другую цыганку. На старую цыганку. Другие жители пострадали сильнее. Модуль логики подсказывает, хотя я сам догадался, что причина такого слабого воздействия кроется в том, что у них обеих... Как это бы так выразиться? Короче, у Меческа уже были проблемы с психикой, верно? Пусть она чистится, здоровая цыганка так и вовсе сдвинута до сих пор. Возможно, этим и объясняет своей коммунитет токсину. Что касается Рэду Белича, видимо, все дело в том, что самый критический момент, когда концентрация газа была выше всего, на нем был противогаз. Какие-то странные баги происходят, и почему-то у меня программа записи лагает. Помнишь его рассказ в Путь к Курднику? Уверен, мы до конца выясним уже с лунным странником, так же, как и от ищем пропавших спасателей военных. А еще нужно понять, что за странный сигнал транслировался на Залтана. Уф, сколько еще всего предстоит узнать. Ставлю очередь штатного обновления на то, что непрощенный заманил их в штольни, и тогда... Эй, Флумасули, что за манера перебивать? Что случилось? Я тут кое-что нашла. Я нашла фургон нашей группы. Туман развеивается, так что дом собрания отыскать легко. Он словно манит. Но глаза проверяла... Но когда проверяла салон, в глаза вдруг бросилась одна новая штуковина, которую не заметила раньше. Уверена, она не наша. Кто-то подбросил ее в машину. Это планшет, только он запаролен. Я не смогла его разблокировать, но кто-то на задней крышке написал маркером. О, давай, новая головоломка. Король битв, что это? Это же логин нашего связного. Планшет принадлежит ему. Ты же должен был узнать пароль. Ты справился? А, я знаю пароль. Точно, мистика продолжается. Ладно, я готов ввести код. Подсказывай, доступ разрешен. Загружаются данные. А я знаю пароль. Отлично, эту информацию по нейротоксину и координат связного. Мы нашли лунного странника, мы почти завершили миссию. Расшифровано. Связного загружения, система готова к сеансу связи. Я готова ехать, двигатель работает, а что, больше ждать некого. Похрен, поехали. Пофиг на туман. Хорошо, как раз туман почти полностью исчез. Теперь, а, вот он исчез. Теперь даже видно темное небо, залитое закатными лучами, словно кровью. Все, пора убираться из этой дыры. Поехали. Так, вот так, аккуратно. Теперь аккуратно выворачиваем. Боже милосердный, какое побоище. Лапа, тебе повезло, что ты этого не видишь. Эти улицы, господи, неужели я здесь бродила одна? Окна домов разбиты. Я вижу несколько выгоревших строений. Вся земля в битом стекле. Там много одежды. Словно здесь устроили погром. И животные. Множество мертвых животных. Сотни птиц, кошки, крысы, собаки. Все мертвы. Если еще будут вылеты, я извиняюсь заранее. Скорее всего, это проблема либо с обновлением программы записи, либо вижу выезд из этого гадюшника. Либо это проблема с... Мой ангел, я хочу, чтобы ты знал, фургон выехал из города, хоть с этим я справилась. С записью экрана в игре. Черт, а в городишко, проклятое место. Оно отняло у меня все, что мне было дорого. Боже мой, простите меня, простите меня, дорогие друзья. Прости меня, Рэду. А теперь пусть вся эта боль останется там, в Золтане. К черту этот проклятый репортаж. Я не хочу больше ничего знать. Прочь вон из этого кошмара. Я заслужила покой. А какой будет жизнь после? Зависит только от нас самих, верно? Теперь я многое постараюсь изменить. Спасибо тебе, мой ангел, ты все время был со мной, помогал. Я тебя никогда не забуду. Че, все? А теперь прощай, мой ангел. Помни и ты обо мне, помолись о моей душе, ладно? Прощай. Сигнал заблокирован. Окей. Как я понимаю, история с Меческу закончена, да? Данные спешно уничтожены, чат отключен. Вот и все. Теперь у нее в руке обычная безделушка, в которой нет ни одной рабочей детали. Все. С Меческу мы, кажется, закончили. Больше она не будет присутствовать у нас в разговоре. Выживший. Часть задач выполнена. 1-1-0-1-1-1-1-0. Все следы нашего участия уничтожены, а данные словно засекречены. Словно нас никогда и не существовало. Новичок, приветствую. Вот и закончилось твое первое дело. Правда, не лучшим образом, но ты сделал, что мог. Мы сейчас об... Вот, блин. Так, короче, я попробовал перезагрузить вообще телефон, потому что... Ну, это капец какой-то. Почему-то оно вырубалось постоянно. Вот так или иначе, с Меческу мы с вами попрощались, поэтому сейчас посмотрим, что будет дальше. Ожидание. Есть что? Больше таких багов не будет. И, кстати, я проверил. Это если из... Это вряд ли связано как-то с программой записи. Скорее всего, это именно с игрой что-то связано. Мы обрабатываем сейчас полученные информации. Вот о чем я подумал. Этот парень заслужил хороший финал. Вдруг с ним у тебя получится лучше. Все, не расслабляйся. Лунный странник ждет твоей помощи. Это дело я закрываю. А новое свершение уже на пороге. Удачи. Хорошо, господин Куратор, типа... Типа все, что ли? What? Эм... Эм... Ага. То есть мы прошли с вами серию один. Но при этом мы не достигли стопроцентной синхронизации. А-а-а, вот оно как. То есть тут несколько частей получается. Ну-о-о-о-окей, типа неплохо считается. Но, блин, 38% всего синхронизация. Мне кажется, если бы я как-то... Как-то можно пройти, наверное, чтобы Реду остался жив. Ну, мне так кажется. Хотя, возможно, и нет. Но синхронизации точно больше можно достигнуть. Не знаю, почему только 38%. Видимо, нужно было больше, так сказать, исследовать вообще вот эту тему. Ну, возможно, даже плохо, что я сейчас взял и уехал. Возможно, стоило как-то задержаться в этой... В этом месте. Ну, ладно, окей. Погнали вторую серию проходить. Че я могу сказать? Погодите, а че я не могу ее выбрать? Эм, игра? У меня не нажимается ничего, если че. Ладно, придется, видимо, перезапускать. Да, че-то реально как-то программа записи с этой игрушкой не дружит. Потому что у меня только когда я выключил запись, включился, собственно, игра. Буквально почти в то же самое время, как я выключил. Вас приветствует клиент-партнер Skydriver. Загрузка памяти. А ты будешь помнить, чувак, че там у нас было с тобой? Эй, это я такой везучий, или ты преследуешь меня? Шучу, наверное, мы снова вместе. Над кем будем издеваться в этот раз? Приветствую, новичок. Итак, ты снова в деле. В этот раз у нас все будет складываться предельно динамично. Я не буду обещать, что обойдется без жертв. Во-первых, агент Лунный Странник славится крутым нравом. Подготовка у него соответствующая. Позже пришлю досье, пока будь настороже. Во-вторых, Салтан просыпается. Пока еще там много непоняток. Но защитный панцирь из тумана исчез. Грядет буря. И фигурально, и буквально. Поднялся штормовый ветер. Облако газа выветрилось. И приближается оливинец. Моет всю гадость. Так, я немножко ходил, взял вещи. Правда, до сих пор неизвестно, что творится в этой шахте. Возможно, облако нейротоксина там по-прежнему высокой концентрацией. Впрочем, это не самая большая опасность. Тумана больше нет. Сигналы не блокируются. А значит, дороги вновь открыты непрошенным гостям. По последним данным, в Золтана отправлена группа спецназа. Хуже всего, что эти ребята необыкновенные военные. Они из частной военной организации. Организация называется Black River. И заслужила дурную славу. Пытки, расстрел военнопленных, применение запрещенных веществ в бою. Отличная, блин, организация. Короче, это полные отморозки. Но эти уроды не слабаки. Они одинаково хорошо расстреливают гражданских и воюют против армии. Так что не стоит их недооценивать. Это циничные звери, оставившие за собой горы трупов везде, где были. Горы. Нам неизвестно, что... Нам известно, что они до юри наняты ОН при помощи местному правительству. Чушь собачья. Де-факто эти шакалы работают на одно очень нечистоплотное правительство, которое готово пойти по трупам. Лишь бы заполучить все. Они высадятся через полчаса в районе Предгорье. Оттуда быстро доберутся до города. И, конечно, уже там еще быстрее поймут, что их цель к медной шахте. В медной шахте. Так же, как и сейчас, там же, где и сейчас наш связной. Мы с... И с ним они не будут церемониться. Итак, твои задачи. Обеспечить выживание нашего агента. Это главное. Его жизнь – залог того, что руки врага не попадут в технологии вроде Ангела. Второе. Помочь агенту собрать максимально полную информацию о причинах ЧП в Золтане и под ним. Нас интересует состав и свойства газа с нейротоксином. Его запасы, источник помех наших сигналов, а также и ретранслятор. Не забудь. Мы до сих пор не расшифровали идущий из Золтана загадочный сигнал. Нужно найти его источник и аппарат... Цифровальщик. И третье. Да блин, еще третье. Как всегда, нужно уничтожить все следы нашего участия в операции, а также сбиться следуящее к военных правительствам. Наша цель – сохранение и развитие человечества, а не открытие нового вида смертоубийства. Ясно? Мы хранители мира и его самых опасных артефактов. И если отыщем ящик Пандоры, мы его навеки закроем, скрыв от слишком любопытных взглядов. Инструктаж закончен. Наблюдатель, подведи готовность лечать операцию. Отказываю. Готов. Готово. Полномочия подтверждены. Доступ внутренней информации частично открыт. Отлично, новичок! Тогда за дело! Смарт-месседж. Доступно одно непрочитанное сообщение. Давайте почитаем. От куратора. Настоящий имя, возраст, национальность и служебные ориентировки засекречены. Разрешенные выдержки в наличии навыки выживания в экстремальных невозможных для выживания условиях. Навыки рекупажного боя, навыки вождения военных транспортных средств, включая бронетехнику. Десантные навыки, навыки стрельбы из всех видов стрелкового, тяжелого, артиллерийского, снайперского и штурмового вооружения. Хорошо управляется с холодным оружием. Саперная медицинская специальность в наличии. Личные характеристики. Надежен, расчетлив, решителен, морально устойчив, обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Особые отметки в досье. Нетерпим к тотальному контролю. Склонен к нестандартным решениям и категорическим выводам. Особенно нетерпим ко всем видам биологического и химического оружия. Обладает иммунитетом к некоторым видам яда. Класс подготовки истребитель охотников. Ценность личности ААА плюс. Письмо не требует ответ. Ни хрена себе какой жесткий узел связной. Это просто жесть. То есть, прикиньте, он может стрелять из всего вообще. Он может водить все вообще. Он в ближнем бою десантура. Он, короче, будет всех разбирать везде и всюду. Блин, это же просто машина для убийства. Ничего себе у нас связной, конечно. Ну ладно. Надеюсь, он действительно будет не промах. Все, прочел. Прочел. Партнер, подключай устройство связи поисковик с введенными координатами связного. Но им нельзя командовать слишком сильно, это я понял. Координаты получены. Соединение. Контакт установлен. Кто бы сказал, что крысы не могут быть хорошим источником калорий и просто вкусным завтраком. Сейчас дожарим жирненького грызуна и... Бородать, мой лысый череп. Неужто вы подобились выйти на связь? А... Чувак, ты не лысый. Давно ждал? Еще бы! Короче, ты меня не знаешь, а я не знаю тебя. Так что давай договоримся сразу. Контакт только по делу и без лишней. Как там я? Тьфу, к черту. Я умных слов мало знаю. Да и то все матерные. Марать проста. Не грызи мне мозг и я все исполню в лучшем виде. Лады? А... Владыба. На том и закончим. Мне вообще не в тонус, когда в напарники набиваются, уж прости. Только иначе нельзя. Понимаю, работа уж очень хороша, пострелять по всякомуда чью дают командировочные нормас. Нормас. Да и на моей шкуре долгов визит с мешок еще три пуда, надо отрабатывать. А я ведь чему веду, бро? Не без суть, на чижике топору не пара, а ты наблюдаешь, я стреляю сам. Тебе инфа, шкура моя, пусть забота и моей останется Решили? Ну вот и ладушки А что, мне нравится Минимум забота с троптивым двуногом Да зачем мне знать, чем он занимается? Где ты находишься? Давай-ка я по-быстрому доложу, чтобы не было лишних вопросов Начнем с самого начала Получив заказ, я приготовился к турне в горы Попутно собираю сведения Не скажу, что в кайф было, когда узнал Какая компашка в напарнике набивается Копы, местные вояки, которым только тракторы в колхозе охранять Медики-спасатели и даже одна цыпочка с местного телеканала О, я знаю ее Конечно, большинство целей я пробил еще в самом начале Сделал фотки, отправил штаб для расширенной информации А затем двинулся в путь Пришлось сделать три остановки Одну, когда изучал фургон журналистов Попутно щелкнул девочку Она милашка Второй привяз... привал был уже в горах Когда я прикинулся майором РА Хорошо, форма в багажнике была подходящая Тормозов военных я приказал какому-то мальчишке-сержанту Развернуть журналистку Она хороша, но уже не при свечах Но не при операции Это, как я понимаю, Рэду Ну и в третий раз остановился уже под Золтаном Сюрприз самым резвым обоставил Чтобы не были такими резвыми Понимаешь меня? Этот человек, похоже, успел побывать везде, пока вы в воелку спасали Вот Супермен Да какая мне разница, пострадал или нет Что было дальше? Записывай, сейчас выложу Как на исповеди Первые оптические иллюзии уже закончились, когда я прибыл Тумана еще не было, но эта дыра уже была пустой, как голова прапорщика В городке оставались только несколько кашлящих псиндо-общественное радио Транслирующее белый шум Я моментально просек химическую вонь У меня на ней, скажем так, особые отношения В дело пошли носовые фильтры, поэтому и крыша не съехала О, круто Сразу не съехала А потом? А потом съехала Немного, но это не страшно Уж не знаю, как эта гадость в воздухе Это воздух, какая-то гадость в воздухе отравляла Но, видимо, впитывалось и через кожу И через слизистую оболочку глаз И, короче, нелегко пришлось И вдруг я ощутил слабость и головокружение Вокруг все стало неприятно контрастным, четким А потом я увидал повсюду яркие белые пятна Они двигались, и мне показалось, что это белые кролики Сбежавшие из клеток какого-нибудь фермера Если бы не признаки отравления Тогда же впервые услышал удары Словно молотком для отбивания мяса Дуба сели по деревянной доске Бам! 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 Неприятный звук И он становился более неприятным По мере того, как градус абсурда возрастал Короче, не буду удомлять подробностями Тем паче такими дикими, какими они были на самом деле Я вырвался, и баста Мне уже случалось попадать под действие Психоактивного и психотропного влияния Сработали инстинкты Только из-за этого не подох сразу Кое-как добрался до ближайшего дома Им оказался дом совета Залтана Там встретил одного из местных заседателей Он заорал что-то вроде Железно у меня восстало И бросился на меня Ну а я чего? Пришлось его, это, того Ножичком зачистить Боли он не чувствовал Эта встреча подтвердила догадку Про нейротоксины психотропа А потом я увидел марш мертвецов Тоже галлюцинации? Ага, только галлюцинации из плоти и крови Слыхал про такое? Радио на улице заскрежетало Глянул какой-то марш Это старая военная Фоном зазвучали речи Гитлера И еще кого-то Кто-то повторял почти то же самое на румынском языке Повторял истерично, как бы психостимуляторами Эта трансляция была командой Из окна я увидел Как улицы заполнили местные жители В основном старики Кто же еще мог жить в этой дыре? Молодежь давно свалила По земле к тому времени Уже стелилась полоска тумана Еще рваная, как дымки Словно из-под земли просачивалась Смотреть на демонстрацию было странно Нейротоксин наделялся болезненной резкостью Изображение пульсировало Краски менялись Но у меня почти иммунитет к этой гадости Я вот старичью пришлось хуже И видел, как некоторые падали замертво Хватаясь то ли за сердце, то ли за голову Трупы не бросали Им будто кто-то внушал строжайшие приказы Старики волоком, как мешки с картошкой, тащили трупы Они и все уходили Двигались стройной толпой к заброшенному роднику Такая вот маразматическая кавалькада Ну а потом я услышал сирены Приближались военные спасатели В этот момент я понял, что со временем происходит что-то странное Мне казалось, что я пробыл в Золотане всего минут десять Но это было не так Я успел многое А вдруг заметил на своей одежде следы крови Много следов А в карманах нашлись вещи Которые мне не принадлежали Монеты Фотографии Медали Словно обитый час обшаривал дома Но я не помнил этого Нейротоксин Я уверен, это был он А потом А потом я вдруг очутился в лагере военных Просто осознал, что стою в густом тумане В руках ножи для колки льда Все в крови И на мне не было ангела В памяти остались смутные воспоминания о том, что я должен воевать честно Без помощи извне, без ангела И я снял его Это был неприятный удар по самолюбию Обычно я не попадаюсь, не поддаюсь внушению Бросил и папку с документами И рисунок девочки Какой еще черт подери рисунок девочки Я похож на художника Девочка и качели Погоди Нейротоксин продолжает на меня так действовать? Или ты всерьез такое спрашиваешь? Ничего я не рисовал и не видел рисунков Это помните из первой части Видимо изображение Мелины Нарисовано галлюцинациями во елки Ух ты ж, блин, жестко В общем, я понял, что нахожусь в глубокой неприятности Первое, что я сделал, оставил закладку на случай, если меня грохнут В ней я писал, что туман, судя по всему, вызван осадками какого-то психотропного газа Потом разжился аптечка и вот тут новый провал А затем я тнулся на цыганку Да, знаю Знаешь, такая напрочь спятившая баба лета до 300 Мерзкая кочумная крыса Она подыхала Кто-то всадил ей большой серебряный крест в живот Шансов у нее не было Но кое-чем ей повезло Нейротоксин облегчал ее страдания По крайней мере, физические Потому что психически она прибыла в адском бреду Почему-то обрадовалась, когда я пришел Что-то вормотала насчет того, что я потерявший все чужак Какого черта, когда я все это терял Правда, в детстве совесть посеял Вот так кто-то из нас... Ну, кто из нас не без греха? Короче, старушку явно приобнял Альцгеймер Большой серебряный крест в живот Вот этого я не знаю Зато потом эта тетушка Шезамни кое-что поведала Прежде чем я облегчил ее последние минуты Блин, ты ее грохнул что ли? Нифига себе, жесткий ты Она рассказала про рудник Сказала, что скрон с ней разразой находится там И что заражение делал рука ее милого сыночка Кстати, по словам мадам Ку-ку, именно сынишка и благословила ее крестиком в пузо Высокие семейные ценности, короче Стрелок Роланд оценит Оставив очередную закладку, я двинулся к груднику. Дай, думаю, гляну, что там за непрощенный такой. А по пути наткнулся на Дрода. Пожалуй, самая радостная встреча, учитывая, что дрон принес. Аки сорока на хвосте нового ангела для меня. А, спасибо. Спасибо Дрону. Получив последние новости до обновления по заданию, я чуть-чуть позанимался всякой полезной ерундой. И стал ждать. Все, конец оперы. И мы с тобой связались, да? Ты жрал крысу и все в таком духе. Кстати, после перезагрузки вроде бы сейчас запись не обрывается. Не знаю, возможно, дело было в этом. То есть, нужно было просто перезагрузить телефон. Почему? Для меня это до сих пор, видимо, останется загадкой. Потому что такой баг у меня в первый раз. Но я надеюсь, что не будет вылетать игра. Возможно, она и будет вылетать еще дальше. Но я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это реально было просто из-за того, что я телефон не перезагрузил. Много приключений. Бывало и больше. Как говорил ранее, сейчас я в руднике. Отыскать вход не составило труда. До меня здесь прошла нехилая толпа. Пока я тебе тут байки травил, утолил маленько голод. И теперь готов прощать непрощенного по полной программе. Гад этого заслуживает. Короче, бро. Я в заброшенном ангаре перед входом в штольню. Ангел при мне. А еще ножи, фонарь и злобное настроение. Хе-хе-хе-хе-хе. Окей. Какие планы, парень? Какие планы? Рассказывай давай. Самые кровожадные. Насколько я успел здесь осмотреться, зато нифига б нет полезного. Старые механизмы, подъемники, вся ржавая... Всякая ржавая рухля. На одной балке, кстати, кто-то, не трогнувшей рукой, написал Бог грешен и перевернутый крест рядом. Сатанизм какой-то. Не люблю религиозных психов. По ротестуя модуль истории, прокашивая от аллергии на пыль, подсказывает, что перевернутый крест не является символом дьявола. Серьезно? По христианской традиции апостол Петр, принявший смерть от нейрона на кресте, потребовал, чтобы его казнили именно на перевернутом кресте. Мотивированный-то тем, что не достоин славы Христа. Так что перевернутый крест вполне реальный символ христианства. Он даже изображен на папатском престоле в Ватикане, так что зловещим смыслом такой крест наделяют лишь безграмотные. Ух ты, блин, вот это интересно. Есть какие-то, знаете, информации от Скайдрайвера в реальной жизни. Символ сатанизма, перевернутая распятия, а не крест. А, это чем-то отличается? Впрочем, примерно так же обстоят дела с Пентаграммой, которую всегда считали оберегом от злых сил и высекали на пороге спальни. Некоторые источники считают, историки считают, что Пентаграмму символом той же самой звезды, что вела к волхов к яслям и младенцам. Пентаграмму же вывели в ранг оккультизма много веков позже. Астрологи, алхимики, небезграмотные священники и вовсе запретили. Хотя тут еще похрюкивает в затылок модуль логики, подсказывая, что в Залтане профессора религиоведения точно нет. Так что данные символы могут вполне изображаться с искренне антихристианским настроем. Правда я молодец? Эй, ты меня слушаешь? Накладывай обстановку! Путей вглубь шахты 2. Есть довольно широкий тоннель, туда уводит множество следов и пыли. И второй лента элеватора чуть левее. Там проход уже, но можно пробраться незаметнее. Тумана почти нет, но зато воняет химия здесь в разы хуже, чем снаружи. Короче, как новобранца не бей, а и только один. В смысле, надо идти вперед. Что подсказывает тебе твой эпический интеллект? Эпический интеллект. Давай пойдем с тобой по секретному проходу. Лента элеватора чуть левее, поэтому идем по элеватору. Я, конечно, понимаю, ты супер-мега-терминатор непобедимый, но давай все-таки перестрахуемся. Да не вопрос, хоть к черту впасть, все не в масть. Лады, бро, вещички упакованы, настрой заряжен, только песню строевую не заведу. Хорошо? Иду к леветору. Партнер, считай важным тебе кое-что сообщить. В обычной ситуации мне не важно, что происходит с надменными, самовлюбленными, эгоистичными, безволосыми, прямоходящими обезьянами. Он не безволосый, ну посмотри, у него есть прическа. Ой, прости, я хотел сказать с людьми. Ты не обиделся? Ведь я все равно не про тебя. Однако сейчас модуль наблюдения подает мне странные знаки. Мне этот модуль, честно говоря, никогда не нравился. У него паранойя. Бывает, он выводит меня из спящего режима только для того, чтобы сообщить, что цены на электричество поднялись. Его прямо трясет от этого, утверждает, что это из-за высоких цен на электроэнергию могут сократить наши доли для эксплуатации. Я вчера так вообще все уши мне прожужжал, что надо обязательно тайком подглядывать за тобой через фронтальную камеру твоего устройства. Окей. Будто я сам раньше этого не догад... О чем это я? Послушай, кажется я забыл. Приближаюсь к элеватору. Давайте скажем все спокойно Мы будем все-таки ему тоже Это доверять Он все-таки супер-мега-терминатор, я думаю Как в могиле А ведь элеватор в абсолютно паршивом состоянии Гнилые доски и бревна перекрытий Кое-где трещины, обвалы, мусор под ногами Лента транспортера Ржавая насквозь Блин, что так быстро? А еще сюда доносится ветер с поверхности Судя по всему, наверху скоро будет нехилая буря Меня немного нервирует странная дрожь горы Знаешь, словно в глубине завелась какая-то деревня Древняя и могучая тварь Землетрясение Так, впереди длинный Фу, черт, как же оттуда воняет Послушай, мне это не нравится Однажды мне довелось ощутить, как пахнет разрытое массовое захоронение С недавними покойниками Так вот, здесь примерно так же Гребанные перспективы Дальше хуже Ну, хоть ты не позитивная мотивация, на этом спасибо По сути, впереди ничего особенного не вижу Едкие-редкие поползновения тумана Ход с низким потолком На ленте транспортера руда Ржавый хлам, провода и камни Ох, черт, мне показалось, что я далеко внизу мелькнул свет фонарика Чья-то фигура Будь на готове Я всегда на готове Я успел заметить только, или мне показалось, что из-за низкого потолка Словно росту того, кто внизу просто как у великана И хрен с ним Чем больше шкаф, тем громче падаешь И чё ж Хм, я вспомнил, что хотел тебе сказать Что? Сейчас какую-нибудь бесполезную Модуль наблюдения всегда следит за всеми За тобой, за агентами, даже за мной, зараза Так вот, в процессе общения с лунным странником Модуль наблюдения отметил ряд настораживающих факторов Не стану утомлять тебя подробностями Но есть подозрение, что наш связной не в себе, мягко говоря В смысле? Это как? Не уверен Не знаю Я даже тайком сопоставил обе сигналы с нашими слепками Но всё сходится Это наш агент Однако ведёт он себя крайне подозрительно Словно у него что-то происходит с психикой Эти перемены могут быть очень опасными Следи за ним То есть Ты мне даёшь санкцию на слежку за тем, за кем следишь Компрестально следить нельзя? Под мою ответственность Вот модуль наблюдения обрадуется Извини, мой модуль лингвистики до сих пор ведёт воинственные, но бесполезные переговоры с индусским вирусом Эй, наблюдатель, есть новости? Надо на всякий случай последить за ним Я думаю, лишним не будет Я думаю, не так уж сильно, как, так сказать, меня за это начальство Отчитает Да если это это читает, то фигня А то я спасу ему жизнь И, возможно, там, так сказать, возможность на выполнение задания Окей Что за новости? Давай, рассказывай Ээээ Опасность? Опасность какая-то? Или что? Не хочу повторяться, но на самом деле На самом опасность Хотя да, новость из того же разряда В общем, посветил фонариком вперёд и понял, что путь предстоит без проблем. Не без проблем. На ленте транспортера много руды, причём она мелкая, сыпучая, в ней стопа буквально тонет. Иногда сплошные завалы камней не обойти. Низко висят провода, оголённые, а ещё кое-где целый лес арматуры, в котором запросто получишь новые дыры в шкуре и... Ты всё-таки пришёл, так ты и есть тот, кто потерял всё. Ах ты и есть дерьмовый психопат, который скоро потеряется! Не понимаю, что в тебе нашла старая сука, которая предупреждала, что тебя следует бояться. Ты про свою мамочку не доносай, она велела передать, что ты таблеточки забыл принять, голова не болит? Уходи прочь, солдат, иначе ты сдохнешь. Попробуй, прожуй, придурок, нихрена не понимая, ближе подойти. Ты сдохнешь. Соси бензин. Что же, тогда гори в аду. Твою, лента распространспортера двигается, она тянет меня наверх, Хоть чёрт, бензин! Сверху льётся горящий бензин, чёрт подери, и очень быстро, там целое море огня! Надо бежать вперёд, вижу холм руды! А-а-а... Блин, а и чё делать? Сейчас это будет, скорее всего, от его... от выживания его зависит. В принципе, у него есть навыки, поэтому он может попробовать её перепрыгнуть. Дальше он споткнётся, подскользнётся, на руде её падёт, его зальёт бензином. Давайте лучше оббежим. У него хорошая физическая подготовка. Есть контакт, есть! Ух, тут сразу стало жарко, ещё руда! Оббегай, оббегай всё. Твою мать, я подрал плечо о стену! Грёбанно ли этот аспортера просто вывешивает? Бег с препятствиями какой-то! Дьявол, арматура! Пролезь осторожно. О, чёртовы железки! Уф, огонь всё ближе, чёрт, провода! Какой ты с ума сошёл, какой перепрыгнуть? Ложись. В смысле, ложись. Ну, типа, ползи, наверное, да? Ихай, есть контакт! Воу, нифига камней на меня прёт! Оббегай. Понял, оббегай! Оу, мои ноги! Вот чёрт! Ясно. Не самый лучший был, видимо, идея. Да, да, да. Окей, окей. Первая смерть. Окей. Давайте попробуем тогда заново. Во-первых, оббежим первую кучу. Снова оббежим вторую кучу. Затем пролезем осторожно. Провода. Ложись. И прыгаем через камни. А, блин, на меня штаны! Провода! Горят штаны. Ложись. Попытаемся так. Есть, есть, чёрт по тебе! Подели, вижу край ленты. Похоже, там перевёртая вагонетка. И... Дьявол, надо бежать, сверху уже не льётся. Оттуда хлещет водопад. Быстрее в вагонетку. Понял! Есть! Ну да, он куда-то пошёл взрыв какой-то. Стабилен. О, отлично, всё нормально. То есть мы всё правильно сделали. Оставаться на связи. Может, сейчас связь установится. Зато мы знаем, что связной до сих пор жив, и ты не угробил его своими советами. Интересный факт статистика показывает, что большинство наблюдателей не имеет совести. Не знаю, с чем это связано. В связи с этим мне хотелось бы провести психологические тестовые личности, если ты не против. Давай-давай, почему бы нет? Интересно, тест психологический. Рад видеть твою отзывчивость. Хорошо, теперь сосредоточься. Нас ждёт серьёзная профессиональная работа. Готов? Тогда поехали. Первый вопрос. Почему ты завидуешь противоположному полу? Сто процентов, если я начну отрицать, он потом скажет, объекты отрицал, очевидно, и поэтому типа бла-бла-бла. Поэтому я скажу, откуда ты знаешь. Идём дальше. Сколько раз в день ты испытал отвращение, глядя в зеркало? Постоянно. Откуда берутся корни твоей зависти к моему интеллекту? Отвечай честно. Не знаю. Я буду отвечать специально, короче. Зачем ты издеваешься над животными? Что за бред? Нет, здесь я не отвечу. Хорошо, если ты настолько эмоционально откликаешься на мои вопросы, мы немного сузим рамки ответов. На следующий вопрос ты будешь отвечать в тестовом режиме, с заданными ответами. Итак, новый вопрос. Кто над тобой издевался в детстве больше? Девочки. Занятно, занятно. Ты боишься громких звуков, птиц, животных, домашней пыли, клоунов, ответственности или называть своё имя, когда рядом твоя мама? Марианты от Мета забавные. То есть они одинаковые, просто слова поменены местами. Ну, я отвечу, возможно, да. И последний вопрос. Ты осознаёшь, что ты это лишь отражение моих божественных мыслей в момент экзистенциальной скуки? Всегда так считал. Хм, очень хорошо. Всё очень плохо. Итак, поскольку идеальная личность с могущественным разумом, мне не нужно время для обработки твоих данных. Мой вывод суров, но справедлив. На протяжении всего тестирования ты постоянно проявлял признаки неуверенности и дискомфорта. Мне это доставило удовольствие. Я вижу, что тебе сложно принимать решение, когда ты не знаешь чужого мнения и свои желания ты тщательно скрываешь. Возможно, это связано с тем, что ты в начале своей жизни искренне считал своим именем слово «заткнись». Привыкнул называть мнение. Мне кажется, как бы я не прошёл этот его тест, он бы сказал вот это всегда. Неуверенный. Хотя, возможно, и нет. Ты думаешь, что интересы общества важнее твоих собственных и экстрапортируешься на собственный внутренний мир. Это забавно, учитывая, что долго скрываемая неудовлетворённость может вылиться во что-нибудь несерьёзное. Вроде срыва тормозов. Как говорил Фрейд, хороших людей не бывает. Бывают необследованные. А ты очень глубоко необследован. Советую подумать над этим. Однако я готов тебе помочь. Просто бесконечно доверяй мне, записывайся ко мне на приём и подчиняйся во всём. Тебе полезно, а мне будет весело. Что же, думаю, теперь тебе нужно время, чтобы как следует себя покорить и предаться унынию. Я тебя понимаю. Или нет? Но в случае нам нужно время, чтобы дождаться ответа лунного странника. Приятного самокопания. А, да, нужно опять же дождаться время. Здесь нужно быть рекламку посмотреть. Кума посмотрели, окей. Сейчас будет, скорее всего, связь со связным. Выход из режима ожидания, входящий сигнал, контакт сна. Ты на месте, наблюдатель! Да, я здесь. На связи. Не, не надо ему приказывать, он не любит. Это Гуд, да. Я жив, на удивление даже не ранен. Хотя шевелюру изрядно подпалил, ага. И воняет от меня, как жареная свинья. Гадость! И ещё. Хе-хе. Ещё здесь до сих пор горят деревянные переборки. Ничего не видно из-за дыма и пыли. Да, уж, рвануло в финале знатно. Он так страшно говорит. Бррр, суровый мужчина. Не хотелось бы с ним встретиться. Чёрт, ну вообще мне совсем не нравится. Хе-хе. Что натворил этот подонок? Отвратный ход превратился в руины. Обратный ход. Пожалуй, выбраться можно будет только на танке. Это не задержит наёмников. Это не задержит. Зато задержит наёмников. Да-да-да. Ну хотя, наверное. Я первый сказал. Я первый. Видал, какой я умный. Какие перспективы? Хрен его разберёт. Эй, чужак, ты живой. Чёртов ублюдок. Прячься? Зачем ему говорить прячься? Это же не воёлка. Где он? Дьявол его разберёт. В этом дьму ни черта не видно. Здесь руины и пожарище. Что же ты молчишь, чужак? Я слышу биение твоего сердца. Я чувствую кислый привкус твоей жизни. Выйди ко мне, затейник. Я тебе дам попробовать на вкус ещё кое-что. Я бы не вышел. Я умный и хитрый. Твой час ещё не пробил, чужак. Ты сдохнешь не сейчас. А поэтому даю тебе последний шанс. Как это мило, Шизик. Ты меня растрогал. Выйди, перетрём по душам. Я тебе горлышко пощупаю. Глупец. Разве ты не чуешь, что обречён? Разве твой нюх притупился, каратель? Ты сдохнешь здесь, и тебя не спасёт тот демон, что свёл гнездо в твоей душе. Я знаю, чужак. И ты знаешь, демоны уж тоже отлично горят. Мне кажется, я теряю нить разговора. Какие ещё демоны? Какие ещё демоны, больной блюдок? Не лги мне, солдат. Ни прощённого не обмануть. Прямо сейчас сто передо мной. Ты уже должен был быть мёртв. Ты умирал раньше. Но ты решил за нас сделку с демоном. И теперь он глядит на мир твоими глазами. What the fuck? Ага, ты начинаешь понимать, чужак. Я чувствую твои мысли. Ты ничего не сможешь сделать со мной. Со мной и той силой, что стоит за моей спиной. Наследие живо. Мы дети великой Даки. Наследники вечной славы Рима. В наших жилах течёт благословленная кровь триумфаторов. Мы символ возрождения старого мира, великого мира. И мы швырнём его на колени. Мы вырвем его сердце. И ты умрёшь, чужак, здесь. Коль не захочешь уйти по своей воле, даю тебе сто минут на раздумья. А пока я буду следить за тобой. Пафоса хоть отбавляй, конечно. Ну чё, разберёмся с ним, связной. Вот почему я всегда вляпываюсь в такое дерьмо. А-а-а... Он ушёл. Не уверен. Да, хоть голосеть перестал. Наблюдатель. Не уверен, а все стоны, кажется, удалось собрать кое-какие данные по этому газу или туману. Вероятно, он пробуждает в людях не только страшные галлюцинации, причём, что странно массовые и одинаковые. Есть мысль, что газ ещё и каким-то образом активизирует... Ммм... Паранормальные способности. Пси-способности. А-а-а... Ты что-то чувствуешь? Не, не я. У меня почти иммунитет к этой заразе. Но вот стола непрощённого очень сомневаюсь, что он бил наугад. Или что ему удалось прочесть хоть что-то из моего досье. Но кое-что он подсмотрел. Прямо в моих мыслях, мне так кажется. О-о-о! А что? Расскажи. Прости, наблюдатель, но тебя это не касается. Перед нами сейчас совершенно иная задача. Так что уволь и... Так что уволь, но я воспользуюсь своим правом анонимности. Тебе же лучше, поверь. Этот человек пугает меня всё больше. Что касается газа, да, я почти убеждён, что дело в нём. Сомневаюсь, что непрощённый обладает какими-то врождёнными способностями, кроме маразма. Нужно отыскать источник газа, перекрыть его или уничтожить. И держать мысли на замке. За дело. Не я буду спорить. А, не буду спорить. Продвигаюсь вглубь рудника. Ага. Дыма становится меньше. Похоже, вентиляция исправно работает. Никого не вижу. Не хотелось бы, чтобы гад пыльнул меня из темноты. Мда. Взрывом повредило проволоку. Везде темно, как у лешего в за... А, это что? А вот и жители. Жители? Серьёзно? А-а-а. Возможно, это он имеет в виду крыс там каких-нибудь или типа того, что происходит. Мертвецов увидел. Вот что. Помнишь, я говорю, что мёртвых стариков жители золта натянули за собой? Ну вот они, голубчики. Здесь все. Блин, я забыл кое-что сделать. Я думаю, что у меня так быстро текст идёт? А у меня 200% на скорость перемотки. Я думаю, блин, что мне постоянно приходится так назад отматывать? Больше десятка тел у стены равнёхонько лежат. Он такой смелый, какой лапочка. Возможно, мне стоит познакомиться с ним поближе. Надо срочно отыскать модуль женского обаяния. Я отключил его давно, но теперь подумывая включить. Буду не партнёром, а партнёршей. Надо только решить, что выгоднее. Эй, слышишь меня? А-а-а. На связи. Лучше ему не указывать, что делать. Пропадаешь? Неужели вновь проблемы со связью? Короче, если нервы не в порядке, рекомендую выпить кофе пока. Я собираюсь... Да чё всё равно так быстро осмотреть зажмурившихся? Надеюсь, смогу найти что-нибудь полезнее пессионного удостоверения СС. Ах, чёрт, трупные газы. Помните, он нам сказал, типа... Я буду делать, а ты будешь, короче, это... Интеллект. Вот, и как бы поэтому я ему не указываю, что делать. Я... Как бы он сам решает за себя всё, что ему делать, потому что он не любит, когда его контролируют. Именно поэтому я отвечаю такие варианты ответа, чтобы не обидеть его. Ох, чёрт, трупные газы. Это моя любимая часть работы. Обыскиваю же пятого жмурика. Пока ничего полезного ни у кого не нашёл. Похоже, вспышка эпидемии безумия сорвали с постелей. Не все успели, чтобы привести себя в порядок, ну а даже как следует одеться. Окей. На поверхности, судя по всему, начинается ад. Слышу, как забывает ветер и что-то гремит. Нет, у этого старикана тоже. Ничего, похоже, возня с мерзецами была лишней. Ничего не нашёл. Можно продолжать путь. Окей. Но, наверное, продолжать мы путь будем уже в следующей серии. Мы познакомились с вами с новым звездным. Клёвый чувак, на самом деле. Прикольный достаточно. Немножко агрессивный, конечно. И кровожадный. Но, как бы, не без этого. Ну, на этом мы будем пока что с вами заканчивать. Продолжим уже в следующий раз. А на этом с вами был Ник. Огромное спасибо вам за просмотр. Удачи. До скорых встреч. И мы ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok